Тетимес, Великобритания, я застрял в России, и мне приходится тяжко, говорит Эдвард Сноуден. Марк Беннеттс, Тетимес, Великобритания. 27 октября 2019 года. Москва, 36-летний Эдвард Сноуден, Эдуард Сноуден, сбежал в Россию из Гонконга в 2013 году. После того, как раскрыл сверхсекретную информацию о том, что Соединенные Штаты ведут глобальную программу электронной слежки. Он сказал, что его план улететь оттуда в Латинскую Америку сорвался, когда правительство США аннулировало его паспорт. Он провел более месяца в московском аэропорту, прежде чем Кремль предоставил ему убежище. То, что я застрял в стране, которую не выбирал, не упрощает мне жизнь, рассказал в программе Джорогана, Ейроган, на Ютуб. В прошлом месяце он сказал, что надеется, наконец, получить политическое убежище во Франции. Я критикую российского президента лично, я критикую российские законы о слежке, сказал он. Не просто участвовать в гражданской оппозиции и политике правительства США и в то же самое время, политике России. Это тяжело, это не весело, но мне кажется, что это необходимо. В 2016 году, когда Путин подписал новый закон о слежке, Снудин описал это как черный день для России. Путин подписал репрессивный закон, который противоречит не только правам человека, но и здравому смыслу, написал он тогда в своем твиттере. Снудин, который в 2017 году женился на Лин Симмилс, Лин Симмилс, сказал, что может открыто посещать московские кафе и рестораны, а также ездить на метро. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...